Борьба с исламским государством. Владимир Путин заявил, что вооруженные силы России показали в Сирии не все свои возможности. Торговля без границ. 20 декабря вступили в силу соглашения о свободной торговле КНР Республика Корея и КНР Австралия. Гугун в деталях. На воротах запретного города открылась цифровая галерея. Здравствуйте. Вы смотрите телеканал CCTV Русский. В эфире новости в студии Игорь Злотников. Прямо сейчас об основных событиях к этой минуте. МИД КНР призвал США отказаться от действий, которые наносят ущерб суверенитету Китая и подрывают мир и стабильность в районе Южно-Китайского моря. Как заявил официальный представитель МИДа Хун Лэй, Пекин уже сделал серьезное представление Вашингтону по этому поводу. Там выразили готовность провести расследование. Заявление последовало после того, как два американских бомбардировщика Б-52 нарушили воздушное пространство Китая вблизи архипелага Наньша. По словам китайского дипломата, Китай неизменно уважает и защищает свободу навигации и полетов в соответствии с международным правом, однако не допустит, чтобы кто-либо вредил интересам безопасности КНР. Китайские ВМС проводят масштабные маневры с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море. Задействованы миноносцы, фрегаты, подлодки и авиация. В Минобороны КНР заявили, что речь идет о рутинных учениях, включенных в ежегодный тренировочный план. По информации газеты Народно-освободительной армии Китая, фронт маневров растянулся на несколько тысяч километров. Задействованные военно-морские силы поделены на две команды, красных и синих. В программе учений уход из-под удара противокорабельными ракетами, отработка операций по противолодочной борьбе и противовоздушной обороне. Также отражение нападения на гражданское судно третьей страны. Маневры с боевыми стрельбами – важная часть наших ежегодных военно-морских учений. Мы практикуемся в открытом море, в незнакомых обстоятельствах и при сложных погодных условиях. Российский флот, армия и авиация эффективно и скоординированно борются с исламским государством на территории Сирии, используя самое современное оружие. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин, выступая в Москве на торжественном вечере ко дню работника органов безопасности. Он подчеркнул, в борьбе с ИГ задействованы далеко не все возможности, и если понадобится, будут применены дополнительные средства. Мы видим, как эффективно работают наши летчики, разведчики, как эффективно они координируют свои усилия между собой, причем разнородные армия, флот, авиация, как применяют самые современные оружия. Хочу отметить, что это далеко не все наши возможности. Мы далеко не все еще там применяем из того, что у нас уже есть. Но у нас есть и дополнительные средства, если понадобится, и их используем. Промежуточные итоги борьбы с исламским государством в Сирии подвели в Миноборон России. В командовании дальней авиации сообщили, что на настоящий момент совершено 145 вылетов для нанесения ударов по инфраструктуре ИГ. Использовано более полутора тысяч авиационных бомб и около 20 крылатых ракет воздушного базирования. По данным российской стороны, в результате авиаударов доходы террористической группировки от незаконно добываемой нефти сократились в два раза. С трех до полутора миллионов долларов в сутки. Девять иракских военных убиты в результате ошибочного авиаудара сил коалиции во главе с США. Министр обороны Ирака Халет Аль-Абейди заявил о расследовании причин инцидента. ВВС-коалиции прикрывали продвижение сухопутных войск около города Эль-Фалуджа, поскольку вертолеты армии Ирака не могли летать по причине плохих погодных условий. В тот же день министр обороны США Эштон Картер предположил, что ошибка, которая привела к трагедии, была допущена с обеих сторон. Он выразил соболезнования премьер-министру Ирака Хайдеру Аль-Абади в связи с гибелью иракских военных. В Пентагоне также подчеркнули, что это первый случай так называемого дружественного огня в Ираке с участием сил коалиции в борьбе против исламистов и пообещали провести расследование. Сегодня официально вступили в силу китайско-австралийское и китайско-южнокорейское соглашение о свободной торговле. Стороны поставили цель полностью избавиться от торговых тарифов, однако идти к ней будут постепенно. На первом этапе Сеул освобождает от пошлин половину китайских товаров и получает право беспошлиного ввоза на пятую часть своих товаров общей стоимостью более 44% от всего объема южнокорейского экспорта в Китай. К 2035 году соглашение охватит 90% товарных позиций взаимного торгового оборота. Соглашение с Австралией предполагает отмену пошлин более чем на 85% товаров с обеих сторон, включая минералы, химическую продукцию и медицинское оборудование. Далее Канбера полностью отменит импортный тариф для Китая. Пекин повысит долю беспошлинной продукции из Австралии до 97%. Переговоры о создании зоны свободной торговли с Сеулом шли с мая 2012-го. С Австралией Китай договаривался более 10 лет. Соглашения Китай-Республика Корея и Китай-Австралия имеют ключевое значение в строительстве зон свободной торговли. Они предполагают масштабную либерализацию во многих сферах, включая торговлю товарами и услугами, инвестирование и правила регулирования. Республика Корея и Австралия ведущие экономики мира. Соглашения с ними масштабнее, чем когда-либо. Соглашения позволят сторонам отменить пошлины и убрать торгово-инвестиционные барьеры. Это поможет Китаю нарастить экспорт в Республику Корея, так же, как южнокорейским компаниям увеличить экспорт в Китай. Таким образом вырастет оборот двусторонней торговли. Мобильный телефон постепенно заменяет банковскую карту. В Китае скоро появятся две новые платежные системы на основе смартфонов Apple Pay и Samsung Pay. Руководство платформы Union Pay, единой межбанковской платежной системы КНР, ведет переговоры с мировыми лидерами рынка смартфонов по этому вопросу. В деталях их сотрудничества разбирался Ахмед Сулейманов. Платежные системы на основе интернет-платформ уводят у банков бизнес. И это логично. Клиент стремится к простоте и комфорту. А я обычно плачу там, где удобнее. Китайские коммерческие банки стремятся попасть на рынок интернет-платежей. И здесь у них есть новая цель – мобильные расчеты. Чтобы занять свое место в этой сфере, они привлекают к сотрудничеству мировых лидеров по производству смартфонов – Apple и Samsung. Вместе этот мощный альянс намерен продвигать новую систему платежных расчетов на основе технологии ближней бесконтактной связи NFC, технологии эмуляции карты HCE и технологии протокола локальной сети TokenRain. По сравнению с популярными сейчас в Китае системами оплаты Alipay и WeChat, новинка будет работать проще и быстрее по принципу транспортной карты в метро или автобусе. Это значит, что для расчетов пользователю не нужно будет открывать специальное приложение, не нужно даже активировать экран смартфона. А TokenRain обеспечит куда большую безопасность, работая по принципу USB-ключа. Эта технология уже применялась в китайском интернет-банкинге. Так, подобную схему USB-щит разработал и активно применяет Торгово-промышленный банк Китая. На самом деле технология Token очень похожа на USB-щит. Сейчас в мобильных платежах не используется токен. А зря. В плане безопасности она ведь самая надежная. Если высокий уровень безопасности, то почему бы не попробовать? Мы вот только боимся, что небезопасно. Другая технология NFC, благодаря которой смартфон автоматически входит в контакт с терминалом в 10-сантиметровой близости, уже давно активно используется в метрополитенах и наземном транспорте. По словам позревателей, в финансовой сфере уже давно стоило бы обратить на нее внимание. Аналитики называют новость о сотрудничестве началом войны банков с интернет-платформами за рынок мобильных расчетов. Согласно официальной статистике, в 2014 году число платежей через мобильные устройства выросло в годовом исчислении на 134%, составив 4,5 миллиарда транзакций. Общий объем достиг 22,5 триллионов юаней. Это примерно 3,5 триллиона долларов. Однако роль банковского союза UnionPay в этих цифрах более чем скромная. Основной объем платежей, более 80%, прошел через платформу Elipay корпорации Alibaba. Далеко от лидера отстает социальная сеть WeChat с 10,5%, далее система LaCala 3,9%. Ахмед Сулейманов, CCTV. Запретный город китайских императоров открывает свои последние тайны. Сокровища самого большого дворцового комплекса в мире теперь можно увидеть в мельчайших деталях. На южных воротах Дуаньмэнь, со стороны площади Тяньаньмэнь, открылась цифровая галерея, заказать билеты в которую можно через любое мобильное устройство. В путешествие по прошлому, вооружившись технологиями будущего, отправился наш корреспондент. Памятники архитектуры и произведения искусства с неожиданного ракурса. Даже музейные работники, которые запретный город знают, как свои пять пальцев, увидели Гугун по-новому. Теперь от пытливого взгляда исследователя не ускользнет ни одна деталь. А у посетителей появился выбор. Либо увидят шедевры 600-летней истории вживую, но издалека, либо виртуально, зато полностью погрузившись в прошлое. Возьмите недавнюю экспозицию из Ши Цзю Бао Цзи. Тогда в музее был выставлен 500-метровый свиток-пейзаж на берегу реки во время праздника Цинмин. Из-за большого количества посетителей немногие смогли увидеть экспонат целиком. Поэтому мы выставили оцифрованную копию свитка в галерее, чтобы люди могли рассмотреть его поближе. В будущем мы будем показывать больше картин. Чтобы получить бесплатный билет на выставку, надо зарегистрироваться на официальном сайте музея. Время посещения цифровой галереи – около 50 минут. Туаньмэй – это южные ворота Гугуна. Посетители могут начать свой визит оттуда. Посетив 9 залов галереи, туристы смогут получить общее представление музея. Более того, здесь можно увидеть ту часть запретного города, которая закрыта для публики. Так, на выставке в трёхмерном изображении представлена учебная комната императора Ценлуна в павильоне Сан-Ситан. В Китае установили мировой рекорд по числу участников в мастер-классе по приготовлению пельменей. Он прошёл накануне в выставочном центре города Харбин на северо-востоке страны. В акции приняли участие почти 5,5 тысяч человек в возрасте от 5 до 89 лет. Такой ажиотаж не удивляет, ведь пельмени – это традиционное китайское блюдо, которое обязательно должно быть на столе на праздник весны – главное торжество в стране. Несмотря на то, что скорость не учитывалась, только за первые 40 минут удалось сделать около 50 тысяч пельменей. На мастер-классе присутствовала представитель знаменитой книги Гиннесса, которая и зафиксировала новый мировой рекорд. Это наша традиция, и она заслуживает того, чтобы знать о ней как можно больше. К тому же это важное событие в жизни города. Мы лепили пельмени вместе с дочерью. Такие мероприятия, конечно, сближают. Было интересно наблюдать за тем, как она справляется с возникающими трудностями. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова